Овеществление – это приписывание абстрактному понятию конкретных свойств. Ярким примером тому может служить нашумевший тезис известного атеиста Ричарда Докинса. Будучи вынужден признать в споре, что с точки зрения атеизма Вселенная беспричинно возникла из ничего, он тут же добавил, что это ничто должно было быть очень простым. Но свойство простоты или сложности может быть приписано лишь чему-то конкретному, чему-то существующему, ну хотя бы существующему умозрительно. Ничто же – это не просто абстрактное понятие, но и означает оно полное отсутствие чего бы то ни было. И потому обладать какими-либо свойствами оно не может в принципе. В случае же, когда приписываемое абстрактным понятием свойства является еще и личностными, овеществление называется персонификация. Сама по себе персонификация – вполне правомерный литературный прием, неоднократно, кстати, используемый в Писании. Ну, например, «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе» – бытие 4.7. Или «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует при входа в городские ворота», – говорит речь. Притчи 1 глава, 20-21 стих и тому подобное. Понятно, что речь здесь не идет о чем-то или ком-то конкретно, хотя смысл этих образов вполне ясен. Однако это не дает ни нам, ни нашим оппонентам право использовать персонификацию для основания своих доводов. Как, например, в богословской системе Сергия Булгакова, провозглашавшего, что «Премудрость» по-гречески «софия» является четвертым личностным проявлением Божьего триединства прообразом женского начала в нем заключенного. Ну, во избежание обвинения в ереси, Булгаков утверждал, что персонализация Божья, вот эта «софийность» сама по себе не апостасна, что бы это слово ни значило, но, может быть, в равной мере, отождествлена с каждой из апостасей Святой Троицы, с Сыном Логосом, как проявление Божьей мудрости, со Святым Духом, как Его славы и красоты, с Отцом, как Его мира. С эзотерической точки зрения такое учение звучит очень заманчиво, хоть и отдает эклектичной смесью манизма с пантеизмом. Однако, помимо творческого энтузиазма автора, в его основании нет ничего, кроме художественного питьевого оборота. Обратите внимание, то, что овеществление или персонификация вполне имеют право на существование как фигуры речи, не делает их логически обоснованными утверждениями. Фразы типа «среда выбирает наиболее приспособленных к ней особей» или «наука утверждает что» не могут быть использованы в качестве аргументов в дискуссии. Среда и наука абстрактные и безличные понятия. Среда не обладает волей и свободой, необходимыми для выбора, а наука ничего не может утверждать. Утверждать могут нечто конкретные ученые, но их мнения не являются утверждениями самой науки. В блокбастерах же наподобие парка юрского периода сентенции типа «эволюция решит эти проблемы», «жизнь найдет выход», «природу не обмануть» звучит весьма глубокомысленно. На деле же эволюция, жизнь и природа – понятия абстрактные и безличные. Они ничего не решают, не ищут и не анализируют утверждений на предметах истинности или ложности. А заявления вроде таких «не ругайся на машину, а то обидится и вовсе заводиться перестанет» или «природа мстит нам за недостаток уважения к ней и вовсе отдают, если не идолопоклонствам, то как минимум суевериям». Когда же персонификация добавляется в гремучую смесь и ссылки на природность, огульное обобщение, перевзятые выборки, ссылки на желаемое и прочее, это порождает воистину страшные идеи типа гитлеровского. Природа противится спариванию наиболее слабых существ более сильными, но еще в большей степени противно ей смешение высокой расы с нижестоящей расой. Такое смешение ставит под вопрос всю тысячелетнюю работу природы над усовершенствованием человека. Конец цитаты. Так что, когда вы в следующий раз услышите фразу «факты говорят сами за себя», будьте настороже. Это не природу о вас пытаются обмануть. Ведь факты разговаривать не умеют. Их необходимо анализировать, истолковывать. А толкование фактов зависит от мировоззрения, мотивов, намерений, предубеждений и прочих атрибутов толкователя. Не дайте себя провести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok